Встреча с Томбовом Встреча с Томбовом Встреча с Томбовом Встреча с Томбовом Пару центральных защитников тамбовской команды. Опасно! И на ворот. Это был действительно голевой момент. Немаловажный факт тот, что Гигашвили является гражданином Российской Федерации. Такой Томов соло, ну, проходящий. Неплохо так, и быстро довольно так, надо полагать. Долетают до его подопечных. Здесь может быть опасно. Романов скорость набирает, отдает налево. Что дальше? Хорошая передача и оффсайд подлета. Выигрывает второй этаж, но кто-то сомневался. Так что высок центральный защитник тамбовский. Один против всех, пошел, и это пенальти, дорогие друзья. И все-таки 1-0. Не без нервов, я бы хотел сказать, для собравшихся зрителей, да? Повторяюсь, безшабашный порой молодежный футбол. Атака Ростова. Первый матч проводят в составе Томовской молодежки. Упасно, и... Это все-таки штрафной, насколько я понимаю, да? И Кашвили, и Артур Фужикарь, и Николас Лауда Цэлл, он центральный полузащитник. Ну, все силы. Томовской молодежи. Состоятельность через штрафной, и еще один стандарт. Здесь, в основном, Азуров, Киргашвили, на период перед украли. На партнера есть. Ну, это же нарушение правил, возможно, которое, я решил заметить, что вы можете его видеть, да? Опять же, не возьмут судить. Попасть в ростовский матч. Вы знаете, большое ваше внимание на то, что... Больно футболисту Тамбову и свистками. Да, понятно, что Ростов мячом владеет, но в предыдущем эпизоде... А вот в предыдущем эпизоде, когда ростовский тимболист травму получил, и Тамбов мячом владел, и остановил судья, и... Идет, 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 Николас идет, падает Николас. Нарушение провел, нет. Мячом там вообще не продолжает владеть Шурла. Отдаю должное Александру Шурлому. Чуть этот пас не дошел до Лениса Скрыпникова. Ну, пускай, может быть, Данил Хромов. Звучит свистулка, первый этаж. Вот, уже все нормально. Итак, поехали. Николас щиркнул по двоям мяч Николасу, и улетел к Ростовскому полузащитнику. И вот уже пытается, Давид Березов, что-то интересное создать. И здорово они навязывали. Казмок, 67-й. Аркадий Солко, номер 88-й. Артем Кажуков. И под 96-м номером играет Илья Абак. А вот здесь, точно, на левых район. Головикой, что вот здесь уже опасная может быть атака, даже контратака. В исполнении гостей удар. И не попадает Абак. Среди наш передня. Такой простовчанин. Опасно. И это один балл. Передачей с Нотарской Настя Золотов занимает футболисты. Илья Абак. Пусть из зо. Сделается агарщане. Но на середине свое. Меро представления и мировоззрение на все окружающие. Опасный момент. И 1-3. А для него гром показав себя из глаз на глаз на перезвоночник для Николая Славина проявить себя, послужить свое место в стартовом составе и пеналь, что означает. 1-4. Это просто кошмарный второй тайм для футбольного клуба «Томбон». Гол в ворота футбольного клуба «Томбон». Браво, Бару! Браво, Бару! Браво, Бару! Браво, Бару! Без вместе бегут и четырех забитых мячей мало. Настовские защитники, ну и собственно, в Ликенов тоже не смешит, а здесь опасно. Это гол и вот этот гол из офсайда. Шурман мяч догоняет прямо углового флажка и делает навес. Это же удар. Закачивается, но ударом не точно. А лишь оттуда и кустой стороне берем! Вопречный ссор. И звучит финальный свисток, дорогие друзья. Матч окончен, матч шестого тура молодежного первенства России. Тамбов уступает Ростову со счетом 1-4.